Коллеги, всем привет! Меня слышно, видно, пожалуйста, поставьте ваши плюсики, если меня кто-то слышит. Спасибо за обратную связь. Всем привет! Заключим запись. Еще раз всем добрый день! Большое спасибо, что вы сегодня собрались меня послушать. Мне очень приятно видеть вас сегодня здесь. И я хочу вам рассказать о своем стиле жизни с компанией Reflame. Как изменилась моя жизнь, как изменилась жизнь моих коллег и как продолжаются изменения в наших семьях, в наших жизнях, в наших доходах. Меня зовут Шарфила Елена, мне 37 лет, я из города Степногорск. Это небольшой город в Акмонинской области. Я думаю, все его очень хорошо знают. Он очень красивый. И все мы его очень любим. Спасибо. Хочу напомнить вам, что работаем мы в соответствии с уставом компании Reflame. Это обязательно. И нашим партнером может стать тот человек, который не является действующим партнером компании Reflame. У кого близкие родственники, то есть мама, папа, муж, жена, сын или дочь, не являются действующими консультантами компании Reflame. Компания справедливая, компания законопослушная, и мы должны соответствовать. Поэтому ни в коем случае не нарушайте устав. Тем более, что для консультанта это челевата определенными последствиями, вплоть до исключения из компании и аннулирования его номера в случае жесткого нарушения. Вот это просто как напоминание. И хочу немножечко несколько слов сказать о себе. До проекта я работала, пробовала себя в разных сферах. Начиналась моя трудовая деятельность, наверное, как у большинства девушек моего возраста, профессии продавец, да, на городском рынке, в магазине продуктовом я работала. Я только старалась, почувствовала, что-то на камере так некрасиво. Я прошу прощения, я чуть-чуть так поправлю. Думала, как-то лучше будет. Затем я закончила университет и стала работать преподавателем в нашем местном училище, лицее, который мне очень нравился, где у меня был классный, шикарный коллектив, мои любимые коллеги. После того, как я отработала в училище шесть лет, я устроилась работать в банк, где благополучно работала на самых-самых разных должностях. Уж в нашем банке я прошла абсолютно все должности, начиная от менеджера товарной точки и откуда я уволилась с должности начальника отделения. Из банка же я ушла в декрет. У меня родилась дочь. И когда она была еще совсем малышкой, я стала искать себе занятия и нашла себе спонсора в социальной сети «Одноклассники». Моим спонсором является, наверное, знакомая всем нам, Леночка Туганова, наш лидер. Ну и обычно для человека увольнение с работы, где он с удовольствием, в хороших условиях, с хорошей зарплатой, проработал много лет. Восемь лет я проработала в нашем любимом банке. Обычно для человека это стресс, да? Обычно для человека это паника, это неопределенность. И, ну, как бы, это негатив. Но это не мой случай. Посмотрите, как весело мы всем коллективом празднуем наше увольнение. Я честно скажу, что работа моя, мне нельзя было, мне ведь была очень хорошей. Мне она очень нравилась, она была очень интересной. У меня был самый лучший в мире коллектив. У нас такие классные девочки. У нас на начальство нельзя жаловаться. Очень хорошее начальство у нас в банке было. Очень хорошие клиенты. Но, тем не менее, я увольнялась с удовольствием, потому что шла я еще на более перспективную работу, на интересную. Я уже в декрете почувствовала вкус нашей работы. Вот многие говорят, ой, в декрете там тупеешь, в декрете все забываешь. Ну, а на работе, ребят, даже учитывая то, что работа у нас такая, ну, довольно, как сказать, да, надо иметь и образование, и определенные знания. Но знания, они довольно узкие. Да, на работе мы узнаем много нового. Но настолько узкопрофильные наши знания. На работе мы узнаем именно свой стол, свою часть работы. Будешь переходить в другое отделение, в другой банк, тебе придется абсолютно все забыть и учить в том банке, да. Будешь переходить на производство, вот тебе вообще придется конкретно все забыть и начинать просто с чистого листа. Придя в проект «Экспресс-карьера», конечно, мне тоже пришлось очень многому учиться. Очень многому. Хотя я считала, что я достаточно грамотная, там в компьютере все понимаю. До сих пор очень много чему меня учат мои коллеги. И я с удовольствием узнаю и про соцсети, что-то новое, и про, и из психологии, да, какие-то моменты, из тайм-менеджмента. Очень много всего нового интересного я узнала именно в декрете, именно работая в интернете. Ну и, конечно, множество событий пришло в мою жизнь. Работая на наемной работе, у меня были командировки. Но командировки мои были конкретно, как читав, это наш областной центр, да, и один раз в Астану. Мы просто занимались там работой, было интересно, мы узнавали что-то новое. Но все это именно в рабочем режиме. Приятно было видеть моих коллег, с которыми мы общались только по телефону и по электронной почте. А тут мы увидались, да, вживую. Но это все было в рабочем формате. Что же пришло в мою жизнь с проектом «Экспресс-карьера» на тот момент? Сейчас наш проект называется «Rich Life». Это довольно большой круг знакомств. Сначала мы общались в интернете. Но первая моя поездка состоялась уже через несколько месяцев после регистрации. Компания устраивает такие интересные мотивационные встречи. Снимает огромный зал в отеле, да, в шикарном отеле. Я конкретно ездила на встречу в Астану. Отель «Рэдисон». Это довольно красивое такое, дорогое место. Снимают огромный зал, проводят интересные мероприятия. Вот там-то я впервые в натуре, так сказать, в жизни познакомилась со своими коллегами, со своими спонсорами, со своими партнерами, с которыми мы тепло и дружно общались в социальных сетях, в этих вот мессенджерах. На тот момент в агенте, да, чуть позже в Скайпе, сейчас в Ацапе. Было очень интересно. Конечно, я поехала туда в звание, я не помню, 0% или 3%, ну, в каком-то невысоком звании. Но, тем не менее, эта поездка меня очень замотивировала. Видите, я уже с чеком фотографируюсь. Естественно, это чек моего спонсора. Это или Женен, или Ленен чек. Они тогда получали у нас. Женя, по-моему, 18 получала, да. А Лена получала вот чек за 1000 долларов. Я фотографировалась с их чеками, потому что интересно, потому что классно, да. Впоследствии я фотографировалась также со своими чеками. Вот эти встречи, они так мотивируют, они так заряжают. Ты видишь своих партнеров, ты их обнимаешь, ты с ними общаешься. Эти встречи проходят один-два раза в год. Один раз зимой, это вот в январе будет у нас. И обычно еще весной, летом, там, в мае, в июне. Вот в 2015 году встречу вел Нурлан Алимжанов, да. Мы с ним сфотографировались. В 2015 году к нам на большую мотивационную встречу в Астану на самолете прилетела Лаура. Я, по-моему, вам уже говорила. Для меня, например, было очень удивительно и приятно, да, что человек всего лишь на один день преодолел такое расстояние, чтобы повидаться, повстречаться со своей командой. Это очень приятно было. Она прилетела туда на самолете, потому что, ну, действительно, много времени занимает эта дорога. Кстати же, Нар с Нурланом Алимжановым фоткались мы не единожды. В 2016 году, вот я вам ролик вначале включала, да, где мы все встречались на банкете директоров. Ну, и, естественно, там был бессменный ведущий наш Нурлан Алимжанов. Он столько песен спел для нас вживую. Мы с ним тоже сфоткались. Просто здесь я не выставила. И банкет директоров для меня, конечно, это такое событие очень большое. Я к нему шла долгое время, да, почти больше двух лет. Я закрыла с вами директор, меня пригласили на этот банкет. На этом банкете его, ну, дают два билета. Ты можешь позвать кого хочешь. Можешь позвать маму, можешь позвать мужа, можешь позвать кого-то из партнеров. Мы поехали с мужем. Я хотела, чтобы он еще раз убедился в серьезности моей деятельности, поскольку, наверное, многие здесь присутствующие девушки сталкивались с непониманием своего бизнеса, своими мужьями, да. Я поехала туда со своим мужем. Конечно, размах этого мероприятия очень впечатляющий. Как я вам говорила, да, на своей прежней работе, хотя она и очень достойная, и очень хорошая, я максимум, где побывала, это, по-моему, ДК или Дестар, или Дестык, что-то такое, как читали. Это вот было самое шикарное место, куда нас приглашали всем коллективом. Здесь мы побывали в гостиничном комплексе «Рояль Тули». Этот гостиничный комплекс самый крутой, самый богатый во всей Центральной Азии. Там обстановка шикарная, туда пригласили артистов. Группа «ФМ», да, знаете, такие девушки красивые, они тоже там весь вечер для нас песни пели, вообще замечательно было. А в конце вечера для нас выступала группа «Нана». Конечно, может быть, для тех, кому 20 или 19 лет, это такого большого впечатления не оказало. Но ведь группа «Нана» – это музыка моей молодости. Моя молодость, конечно, прошла под другую музыку, но, тем не менее, группа «Нана» для меня – это очень интересная была встреча. И я их видела на расстоянии вытянутой руки. Так интересно, так здорово. Для меня очень большое впечатление это оказало. Ну и, конечно, встреча с командой. Мы три дня провели на одном дыхании. Это пролетело, как одна минута. Мы общались. К нам приехала Илона Сухорукова. Это наш вышестоящий лидер из России. Это спонсор Лены Тугановой. Они с мужем бросили все свои дела. Вы, если наблюдаете их страничку в соцсетях, да, то они постоянно в каких-то поездках, в разъездах. Они, по-моему, тогда из Туниса только-только прилетели, чемоданы бросили и быстренько махнули к нам в Алма-Ату. Причем не только Илона, да, она же с мужем, он ее поддерживает. Она с мужем прилетела туда. Мы пообщались. Такая, вот она на журналах везде ее печатает. Она такая нормальная, простая девушка. Было очень интересно общаться и заряжаться. Нет, моя любимая группа была Металлика и Нирвана, если ты помнишь, и Наутилус Мампилиус. Но, тем не менее, вот это мероприятие на меня оказало очень большое впечатление, очень большое, ну, как... Для меня эта поездка была интересной. Конечно, все, кто побывали на этой поездке, в этой поездке замотивировались от души. Кроме того, до банкета еще я посетила вот такую конференцию у менеджеров в Боровом. Да, у нас есть курорт Боровое. Туда пригласили не только директоров, не только закрытых директоров. Там была квалификация, и туда смогли попасть все с уровня 15%. То есть заранее объявили, и те, кто захотел, выполнили условия, выросли, и поехали, вот, там гостиничный комплекс, нас всех разместили в хороших номерах, и проводили вот такое вот обучение. Благодаря нашему спонсору, да, нашей Лене, мы все вышли вот так вот на сцену, нас всех она представила, было интересно. Был банкет. Банкет был тематический, он был посвящен морскому путешествию, да, который нас ожидает вот в этом 2017 году. И был дресс-код, все были в белом наряде. Посмотрите, да, как было интересно, очень такой красивый, интересный банкет. Наши астмы организовали там, ну, программу интересную, поздравления. Все было просто супер. И туда смогли поехать девочки, ну, вот уже с уровня 15%. Это ведь можно сделать довольно легко. Сейчас нас ожидает, да, другая конференция уже в Болгарии. Ну, и очень приятно, когда ты встречаешься с людьми своей команды. Если на наемной работе твой коллега растет по карьерной лестнице, то вполне вероятно, что он занимает то место, которое ты мог бы занять, но уже не займешь. То есть здесь есть, как бы, такой элемент конкуренции, причем не здоровой конкуренции, да, а тонешь сам, топи другого, как бы. Ну, вот если он вырастет, то ты не сможешь занять эту вакансию. Здесь же наоборот. Каждый рад росту своего партнера. Каждый счастлив, когда растет его новичок, когда растет его команда. Мне вот это вот очень нравится и очень импонирует. Мне кажется, что это очень благородно, что наша компания ставит именно такие условия. Ну, и вот еще несколько фотографий из банкета директоров. Что там было? Там была фотосессия с профессиональным фотографом. Там был профессиональный вот видеооператор. Там было три шикарных лимузина Хаммер. Они были вообще длинные, как автобусы. Я думала, лимузины, а это не так длинно. А это были огромнейшие, шикарные машины. Каждая внутри красиво-красиво украшена. Вообще, просто шикарное мероприятие. Все девочки были в красивущих нарядах, да, в шикарных платьях. Мы приглашали бригаду парикмахеров и визажистов, которые нас накрасили, которые сделали нам прически. Потом мы на этих лимузинах подкатили к этому шикарному отелю, гостиничному комплексу. Там было чествование. Наши партнеры по три раза выходили на сцену. Да, у нас девочки есть, которые по три звания сделали за этот год. Им вручали чеки. Всем вручали чеки, поскольку туда приехали только со звания закрытый директор и дальше. То есть, все получили чеки. Эти чеки, их не просто так дают. Ты еще приезжаешь, у тебя на счете премия 1000 долларов. Причем, заметьте, да, наша страна в определенный момент испытала некоторые трудности, да, когда был скачок доллара. Компания позаботилась об этом моменте. Нам не была оговорена сумма. У нас в маркетинг плане не оговорена сумма, которая вот в тенге у нас оговорена в долларах. То есть, несмотря от курса, вернее, как, глядя какой курс, такая премия тебе выдается. То есть, росту доллара на тот момент радовались только арифлоевщики, наверное, которые получали свои премии. Эмоций было море. Очень приятно было, вот, конечно, то, что мы приехали огромной командой. На первый банкет директоров у нас было всего несколько человек. На следующий банкет в 2017 году, я надеюсь, что мы поедем, огромнейшей командой. Мы снимали такой красивый дом. В нем, кстати, снимался сериал казахстанский. Там была такая шикарная обстановка, бассейн. В общем, было здорово. И я желаю всем как можно скорее посетить подобный банкет. Вот, что еще, какие еще были поездки? Три наших партнера, три наших лидера. Это Лена Туганова, Юля Парваткина и Гульнара Романова. Посетили шикарное мероприятие, совершили путешествие на остров Кипр. Ой, на остров Кипр же, правильно я говорю? Меня так немножко волнуюсь. Да, Юльчик, это ты. Вот такие вот шикарные фотосессии. Вот как по телевизору смотришь, да, или буклеты из турагентства. А вот наши девочки абсолютно бесплатно провели это время. Не жились в волнах. Уже, наверное, третье или четвертое море, да, которое наши девчата из нашей команды периодически посещают. Ну, это же просто здорово, это шикарно. Такая международная конференция. Повидались там с лидерами самыми быстро растущими. Зарядились таким энтузиазмом, таким успехом от них. Ну, и, конечно, привезли нам немножечко тепла. А сейчас наш лидер, наша Линусечка укатила на конференцию в Майами, в США. Представляете, какой уровень? Кого она там увидит? Всех лидеров компании Арифлейм. Руководство компании Арифлейм. Представьте, какой размах будет там. В каком восторге мы приехали с банкета в Алматы, да? А что будет там для бриллиантовых директоров и выше? Вы знаете, в Майами есть Диснейленд. Я думаю, что обязательно она его посетит. Мне кажется, она захочет туда. Кроме того, у них там будет банкет, куда надо идти в золотом платье. Конечно, я думаю, что все ждут фотографии, да? Что же они придумают? Представьте, все лидеры Арифлейм, у них такой дресс-код будет в золотые платья. Это будет что-то неописуемое. Есть вообще, ну, где их разместят, там такие условия проживания шикарные. Ну, я думаю, все скидывали по чатам программки, да? И все смотрели, какие мероприятия они посетят. А представьте пляж в Майами. Там может запросто загорать какая-нибудь голливудская звезда. И наша Лена может бросить свой этот пледик рядом с Дженнифер Лопес и позагорать на пляже. Я думаю, что Леночка нам привезет массу эмоций и зарядит нас на супер рост. И ведь это все реальные люди. Это девочка из Петропавловска, да? Не из Москвы, не из Алматы, не из Голливуда. А из Петропавловска девочка, которая захотела изменить свою жизнь. Которая не хотела экономить на еде и одежде для своей семьи. Вот что ожидает ее в ближайшие несколько дней. Вот он, этот замок Золушки, да? Вот студия Universal. Туда тоже можно будет экскурсию сделать, если они захотят. Вот такое мероприятие посещает человек из нашей команды. Любая из нас могла бы там быть, если бы чуть-чуть быстрее нажимала на кнопочки на своем компьютере или телефоне. Что еще ожидает? Юбилейный круиз 2017 года. В 2017 году наша компания оправдывает 50-летие. Полвека. Полвека, как работает компания. Как люди зарабатывают, как люди меняют свою жизнь, как меняется жизнь многих семей. И компания решила отпраздновать это все на двух вот таких вот лайнерах. Эти лайнеры соответствуют шестизвездочному отелю. Не пятизвездочному. Кто уже помог где-нибудь за границей или в ближнем зарубежье. И знает, что такое гостиница, да? Пять звезд, в каком восторге пребывают люди. А это шестизвездочный. Шикарные условия. Два континента, три стороны, четыре города. Это будет, я думаю, шикарное мероприятие. Конечно, очень хочется на него попасть. Дай бог. И очень многие наши коллеги именно туда попадут. Посмотреть картинки, камшат мы закинем в чат. А, вы у нас кандидат, да? Кто вас пригласил, попросите и вам покажут. Конференция в Болгарии. Это конференция тоже для менеджеров. Туда объявили условия, да? У нас вот этот каталог крайний для прохождения конференции. Я всем желаю успехов. Я желаю, чтобы те, кто поставил план пройти эту конференцию, пройти эту квалификацию, обязательно ее прошу. И тогда, в 2017 году, осенью, наши партнеры встретятся вот на такой вот поездке, где все за счет фирмы, где компания оплачивает все, перелет, проживание, питание, мероприятия. Какая наемная работа вам может это обеспечить? Газпром или, не знаю, какая еще может, Эйрастана? Сколько там сотрудников? У кого есть шанс стать сотрудником? И я не знаю, они отправляют своих коллег в такие командировки? Или не всех, отнюдь не всех, да? А еще впереди, в 2018 году, уже объявлены условия квалификации на следующую бриллиантовую конференцию в Токио. Да, как раз в то время, когда будет свести Сакура. Токио, Япония, это очень интересная страна. В ней, я думаю, никто из присутствующих не бывал, поскольку она не такая популярная в плане путешествий, да? Но очень, очень, я думаю, будет это интересно. Дай Бог всем. Время есть, чтобы эту квалификацию пройти. Было бы желание. Все возможно. С нашей компанией все возможно. Выбиваются все мечты. Но, конечно, для этого надо приложить усилия. Это не лохотрон. Здесь нет такого. Вложил деньги, жди, и будет тебе счастье. Или там, позови двоих, и будет тебе счастье. Поработай, и будет тебе счастье. Помоги своим партнерам поработать. Вот наша лестница успеха. Вот наше штатное расписание. Обращу ваше внимание, что здесь нет количества вакансий. Например, там, менеджер 0% – миллион вакансий, золотой директор – 100 вакансий, бриллиантовый директор – 20 вакансий. Нет. Компании выгоден рост своих партнеров. Компании выгодно, чтобы мы росли и больше получали. То есть наше сотрудничество взаимовыгодное. И доходы ваши не ограничены. Работа наша заключается в трех основных пунктах. Это личное потребление. Это приглашать таких же потребителей. Это обучаться самому и обучать команду. Обучение – это вебинары, да? Это сайты. Это общение со спонсором. Не надо ехать в другой город, брать на работе отпуск без содержания, платить за сессию, платить за квартиру. Здесь все гораздо проще и удобнее. Было бы желание. Наша основная задача – это организовать товарооборот для компании. Компания у нас производственная. Как для любого производителя, нам важно не просто зарегистрировать мертвые души, да, какие-то, а именно организовать товарооборот для нашей компании. Ну и наверняка у вас сразу возникают вопросы. Это что такое? Вы мне говорили, тут не надо продавать, а я буду продавать. Ну, во-первых, продавать не воровать. И очень многие уже продавали, сейчас продают и еще будут продавать. И очень многие дают свое резюме, чтобы их взяли продавцами, консультантами. Очень многие продают, ну, вот кредиты я продавала, да? Я тоже работала в сфере продаж, да? Хотя это называется сотрудник банка. Ничего страшного в продажах нет. Во-вторых, можно и не продавать. Но личное потребление обязательно, об этом мы говорим каждому консультанту, каждому кандидату, извините, что если не продавать, то покупать. Покупают все. Сейчас, в данный момент, не являясь, например, партнером компании Арифлейм, каждый человек моет ручки с мылом, чтобы микробов не было, моет свои волосики шампунем, да? Каждая женщина наверняка пользуется косметикой, где она берет это сейчас. Наверняка не ворует, наверняка покупает. Просто с компанией Арифлейм можно свои расходы превратить в доходы. А можно долго и упорно упираться и ходить в чужой магазин, делать доход другому человеку, вам в ответ улыбнуться, скажут спасибо за покупку. Ну, тоже хороший вариант. Но кому нужны деньги, те, пожалуйста, стройте свой бизнес в наличном потреблении. Те, кому нужны улыбки, можно ходить в другой магазин, лишь бы это не называлось Арифлейм. Эти товары наши заканчиваются довольно быстро, да, и заново приобретаются. То есть, это не золото, которое покупается, скажем там, по случаю или по событиям, или один раз в 10 лет, это не одежда, которая тоже относительно, ну, не так часто покупается, да. А это зубная паста, это мыло, это помада, это лак для волос. Это то, что заканчивается довольно быстро. Да, у многих людей бывает какая-то реакция, аллергия. Бывает аллергия на косметику, но нет аллергии на мыло, нет аллергии на сумки, нет аллергии на кошельки. Многие люди говорят, у меня аллергия на Арифлейм. Аллергия у вас не на Арифлейм, а на какой-то ингредиент. И если его другая компания добавит в ту же, да, помаду там или в ту же тушь, у вас также будут чесаться глаза, то есть это реакция на этот компонент. Аллергия, это, наверное, болезнь, я думаю. И если у человека аллергия на помидоры, это же не значит, что все, кто в селе помидоры выращивают, плохие не имеют права на существование. Даже имея аллергию на косметику декоративную, можно строить свой бизнес с компанией Арифлейм, поскольку ассортимент нашей компании довольно большой. 2000 наименований. Уж можно найти то, что вам придется кстати. Ну и рекомендую, конечно, начать с себя. Вы теперь владелец собственного интернет-магазина. Первый, кто будет совершать у себя покупки, это, конечно, вы и ваши родные. Потому что, открыв, например, свою пекарню, вы не пойдете за булкой хлеба конкуренту. Открыв свой продуктовый магазин, вы возьмете продукты именно у себя. Потому что вы знаете, что вы берете по закупочной. Здесь то же самое. Вы берете, являясь уже, просто пройдя регистрацию, вы берете уже по закупочной. Это имея скидку от 20%. Если вы чуть-чуть, чуть-чуть послушаете своего спонсора и сделаете заказ на 150 баллов, например, для своей семьи, либо привлекая своих подруг и родных, то вы получите уже скидку 32%. Здорово же? 32%. Какой магазин даст вам скидку 32%? В лучшем случае, там, несколько процентов по какой-нибудь дисконтной карте. И то, когда вы покупаете компьютер или телевизор, но не кусок мыла. Это выгодные условия для покупки. То есть, даже первое, что выгодно, это покупки даже делать. Ну и, конечно, мы все мечтаем о высоких званиях. И если рассмотреть нашу лестницу успеха чуть-чуть поближе, то первое, на что натикается глаз, это директор. И мы видим директор 7,5 тысяч баллов. 7,5 тысяч баллов. Как же их набрать? Набрать их можно только командой. Одному ходить и набирать на 7,5 тысяч баллов заказов, это вообще нереально. Ну и где же брать такую команду? Вот это вот наше основное действие, рекрутинг. Приглашать людей. Приглашать людей в социальных сетях, приглашать людей по теплому кругу, приглашать людей на досках объявлений. Со спонсором вам стоит обговорить способ, где вы будете приглашать, с чего вы будете начинать. И этому всему мы учим. Ну и хотелось бы обратить ваше внимание, что наша команда выбрала довольно успешный способ построения команды. Это сосиской, да? Вот или веточками, или как морковкой мы это называем, да? Когда вот вы строите свою команду, не всех-всех-всех вокруг себя, а дальше что хочешь, то и делай. А пригласили вы своего партнера, первого нашли себе новичка, вы его регистрируете под себя лично. Второго найденного вами новичка, вы регистрируете под первого. Таким образом, вы обеспечиваете поддержку каждому своему партнеру. Вы его не бросаете на произвол судьбы, вы ему помогаете. И точно так же помогает вам ваш спонсор, потому что найденного им человека он регистрирует тоже по два, строит вам тоже одну ножку. И таким образом, ваша команда стабильная, ваши люди чувствуют вашу поддержку. Ну и, конечно, всем выгоден рост друг друга. Так рост достигается быстрее. Что касается обучения, у нас оно построено очень удобно. Это обучающие сайты, это и вебинары, это письма, которые вам приходят на электронную почту, это видео уроки, записанные нашими партнерами, командные чаты, которые гудят круглосуточно, и вы в любое время можете получить там помощь и поддержку. Это командная помощь, когда вы можете обратиться к любому из чата, и поговорить, и узнать, и что-то выяснить. Ну и, конечно, помощь спонсора. Я бы хотела вам сказать, чтобы вы никогда не отвергали помощь своего спонсора. Это человек, который, как мать родная, заинтересован в вашем успехе. Не думайте, что делая заказ, вы только своего спонсора вытаскиваете, только ему строите бизнес. Нет, вы строите бизнес прежде всего себе. Хочу отметить достоинства нашего режима работы по сравнению с наемным трудом. Когда вы ходите на наемную работу, там уже заранее обозначенный график работы. С 9 до 6, или с 8 до 6, и так далее. И независимо от того, сегодня вы выспались или не выспались, охота вам на работу, или живот у вас болит, или вы опоздали на автобус, вы должны бежать к назначенному часу, чтобы не получить наказание, чтобы не получить штраф, чтобы не опоздать. У нас с этим немножко проще. Если вы совушка, например, и вам удобнее работать ночью, а днем утром чуть-чуть подольше поспать, пожалуйста, выбирайте свой график работы сами. Я считаю, это большое-большое достоинство нашей работы. Ну и отношения в коллективе. Вы знаете, один раз разговаривала я со своей бывшей коллегой по поводу карьерного роста. И она мне сказала такую фразу. Хочешь расти, определи своего начальника. Вот ведь это истинная правда же, да? В коллективе как? Ты не вырастешь, нету должности, нету, например, вакансии на вышестоящую должность. И ты уже, если в другой город переводиться не хочешь, ты именно в этой фирме уже не вырастешь. А у нас неограниченное количество вакансий на каждой должности. И поэтому на наемной работе, как я уже сказала, если ваш коллега за соседним столом вырос, например, стал замдиректором, то вы уже этим замдиректором не станете. Если ваш коллега стал начальником, то вы начальником не станете. И поэтому отношения в коллективе такие. Хочешь роста, определи своего начальника. То есть настучи что-нибудь, подгадь что-нибудь, чтобы он поменял работу или чтобы его выгнали. И тогда ты сможешь себе найти, например, пойти на его место. Вот. А у нас именно выгоден рост своего партнера. По поводу вложений. Очень много, да? Ой, у вас вложения нужны, у вас надо много кусок себе купить. Ой, ой, ой. Посмотрите, давайте сделаем сравнение с наемной работой, где не нужны вложения. Очень многие фирмы практикуют платную стажировку. Я знаю даже, что есть в банках, ты можешь устроиться на стажировку два-три месяца, ты платишь за это денежки, тебя учат, а потом уже, если есть вакансия, предлагают на ней остаться. Но ведь могут на это обучение прийти пять человек, а вакансий может быть только две, да? Поэтому вот вам первое вложение денег. Второе, это проезд вместо работы обратно. Как бы ни банально это звучало, но тем не менее мы на работу не ездим, ни на маршрутке, ни на такси, ни на автобусе. И уже на этом экономим. Обеды в кафе. На работе очень короткий перерыв, обычно обеденный. Поэтому нужно быстренько куда-то в ближайшее кафе. Дорогое ли оно, дешевое ли. Но далеко, домой, например, бежать покушать. Многие не успевают, поэтому обедают в кафе. Это еще одна статья расходов. При устройстве на работу люди проходят медосмотр. Медосмотр стоит денег. Примерно 7 тысяч тенге. Вот вам вложение. Также. Следующее, это на многих работах практикуется униформа. Есть производства, на которых ее, конечно, выдают. Но даже государственные структуры не обеспечивают своих работников униформой зачастую. Это я знаю не понаслышке. Даже это я знаю по своей семье, например. Приходя на работу в офис какой-то, вы тоже должны освежить себе блузочку беленькую, свеженькую купить. А что такое одна блузочка? Вы ее вечером постираете, да? Утром надо что-то другое надевать. Ну, как минимум 3-4, а то и 5 блузок, чтобы на каждый день вам нужно купить. Нужно купить юбку строгого фасона и брюки строгого фасона, каких, скорее всего, дома у вас нету, какие мы не носим в обычной жизни. Нужно купить гаджеты для работы. Есть, конечно, фирмы, которые всем этим обеспечивают, но те же учителя, у них дома должен быть компьютер, потому что они дома пишут по урочке, готовятся к работе в интернете, какой-то материал находят. Поэтому им нужно оплачивать интернет и им нужно покупать компьютер. Вот тоже вложение. Расходные материалы для работы практически все покупают сами за свой счет. Сами покупают польцейские, сами покупают учителя, вот ту же бумагу, те же картриджи заправлять. Это все люди делают за свой счет, на своей любимой наемной работе без вложений. В то время, пока вы находитесь на работе, ваш ребенок должен посещать либо няню, либо в садик ходить, да, и платить за это денежки. Кроме того, каждый наемный работник платит подоходный налог. Подоходный налог, индивидуальный подоходный налог составляет 10%. И если вы пришли на работу и ваша зарплата 100 тысяч, то вы получите 80. Почему? Потому что пенсионка, ну грубо говоря, пенсионка 10%, подоходный 10%. Какие вложения нужны у нас? Да, нужны гаджеты. Но достаточно только телефона, который есть у всех, начиная от первоклассника и заканчивая бабуськами. Да? У всех практически есть телефон, который просто болтается дома для связи и для игр. Нужно оплачивать интернет. Большинство из нас и так его оплачивает. Потому что пользуются, ну, для связи и для развлечения. И третье, что вот всем прям взрывает мозг, это покупки в своем интернет-магазине. Почему-то ходить покупать шампунь, ну, вот в какой-то соседний магазин, это нет, это никто не орет, что это вложение, я вкладываю в магазин «Восход» или я вкладываю в магазин «Казахстан». А тут я вкладываю. Нет, надо просто изменить свое отношение. Вы же этот шампунь раньше не воровали. Вы его точно так же покупаете и сейчас. Вот так вот я хочу немножко для новичков. Наверняка наши активные партнеры это все давно знают. А вот новичкам я хотела бы заострить внимание именно вот на этих моментах. Потому что у всех тараканы были. Я думаю, что они были у всех лидеров, что они и у Леночки нашей Тугановой были, и у всех наших растущих, и уже имеющих большие звания, партнеров, директоров и так далее. Ну вот осмыслите для себя это. Ну и официальная работа, да? Вот многие говорят, да у вас пирамида. Что плохого в пирамиде, во-первых? А во-вторых, а официальная работа – это не пирамида? Смотрите, на должности рабочего вот сколько-то есть вакансий. А есть, например, пришел человек, нету вакансий, да? Вот все забиты, все. Пришел человек, он умничка, он талантливый, он образованный, он хорошо бы здесь работал, но для него нету местечка, нету вакансий. Понимаете? Что ему скажут? Мы вам перезвоним, когда будет вакансия, да? Когда кто-нибудь уволится или уйдет декрет. А у нас количество должностей на каждой ступени не ограничено. Может прийти человек, любой, но хочу тоже сказать вам, что в нашем случае уже нет такого вот, что пришел по блату, и ты сразу там замначальника. Ты пришел по блату, и ты сразу главным специалистом. Например, ты пришел с подачи, да, чей-то ты там протеже, и тебе на 50 тысяч зарплату больше поставили. Такое может быть на наемной работе. Когда сидят за столами две сотрудницы, и зарплата у них разная, потому что у одной есть кому заступиться, а вторая просто с улицы пришла. Вот у нас все-все. И Лена Туганова, которая сейчас топ-5 Казахстана, да? В пятерку самых успешных людей Казахстана в Арифлейме входит. И Илона Сухорукова, и Анна Черна, и все-все-все наши партнеры, все-все пришли на ступеньку консультант 0%. Независимо от их образования, от их там резюме, от их связей, от их происхождения, они все пришли на должность 0%. И дальше уже зависит все от вас. Не от начальника, не от связи, а именно от вас. Как вы поработаете, на ту ступенечку вы пройдете. Можно пройти эту лестницу прямо быстро, можно по ней идти степенно, можно медленно, у каждого свой путь. Тут ничего страшного нет, не надо себя принижать или сравнивать с кем-то. Конечно, всем хочется быстрее, конечно, всем хочется зарабатывать, но для этого надо и работать. Кто-то уделяет час-два, растет, не спорю. Кто-то уделяет 10 часов в день, растет быстрее. Все зависит от приложенных усилий. Поэтому, конечно, я для себя перспективы вижу в нашей работе очень большие. Я для себя вижу очень большие достоинства нашей работы. Ну и что я нашла для себя с приходом в наш проект? Это огромную, любимую команду единомышленников из разных городов Казахстана и России. Ну, у нас вот две страны в команде присутствуют. Я очень рада, очень расширился круг моих знакомых, именно пребывая в декрете. Я нашла новых друзей и подруг. Я получила банкет, да, у меня не было свадьбы, у меня не было платья, но зато у меня было платье от Дольче Габбана на банкете. Я была в шикарном ресторане, там такие условия, ну это же вообще классно. Какая бы еще работа мне это дала? Я стояла на сцене, мне вручали чек. Я стояла на сцене вот с артистами. Мои родные, мои друзья аплодировали, да, когда мне вручали чек. На меня сыпались эти цветные блестящие конфетти. Ну это же так здорово. И они были от души рады за мой рост. Я получила саморазвитие. Я много нового узнала. Я много нового узнала по работе, именно по маркетингу. Я много нового узнала в плане личностного роста. Я получила свободный стиль жизни. Я, если утром, например, да, мы захотели, один день у нас было так, что мой ребенок не захотел оставаться в садике. Мы оделись, собрались и ушли. А если бы мне надо было бежать на работу, я бы ее заставляла, умоляла, да, запихала в этот садик и с тяжелой душой пошла на работу. А тут, ну, развернулись и ушли. Ни клятый, ни мятый, никому ничего не обязаны. Ну это, мне кажется, как бы, уже даже этот момент много значит. Это возможность быть рядом с семьей, когда ты ей это нужен. Ну и, конечно, растущий доход. Я тут нарисовала свою справочку, как многие думают, да, нарисуемую. Вот я сделала этот скрин своего акта за полгода. С первого, ну, получается, почему полгода, я говорю, потому что я открыла ИП 3 июля 2016 года. Вот 2 миллиона 179 тысяч 86 тенге за это время перечислила мне компания. Это не миллиарды, это пока вот миллионы, но, тем не менее, жизнь моя немножко изменилась. На банкет мы ездили всей семьей. Мы с удовольствием посетили множество интересных мест в городе Алматы. Вот так именно, имея деньги и имея время на отдых, мы приехали в Алмату первый раз. Мы водили деток в разные интересные места. Нам понравилось. Мы это сделали как раз вот на эту премию. А, нет, это я, знаете, что, накопленный доход получила. Накопленный доход получила, вот мы эти деньги тратили. Сейчас, что я уже купила, работая в проекте. Конечно, когда получаешь уже каталожные эти деньги, уже тратишь больше, уже в магазине не жмешься. Ну, как бы в плане расходов нам немножко полегче уже стало. И, ну, и раньше, что у меня нормальная зарплата была, но сейчас она увеличилась намного. Мы, я купила шубу себе, меховую, но норковую и шапку. Вот, то, что давно хотела. Мы оплачиваем дочери те курсы, которые хотим, на которые хотим ходить. Жаль, что в неделе всего 7 дней, поэтому мы не на все успеваем, что мы хотим, но тем не менее. Мы купили мебель. Вот, если видно, да, мы купили новый диван, новый уголок. И присмотрели вот такую детскую. Мы за нее заплатили, только еще не привезли, потому что, ну, еще не вывезли свою старую мебель. Вот, конечно, нету яхты у меня еще пока, нету билы у меня еще пока, но все равно в расходах мы уже себя не ограничиваем. Уже все равно меняется наша жизнь. У людей нет терпения построить бизнес за 3 года. Вот как раз мой на данный момент рост составил 3 года. За то есть терпение ходить на работу 30 лет. Вы знаете, вот истинные такие слова, здесь неделю учиться новичку, это долго. В институте 5 лет учиться и потом устроиться не на свою специальность, это нормально. Причем в институте учиться за родительские деньги и родители еще будут 10 лет выплачивать кредиты за это обучение. Это нормально, это никто расходами не считает. Мне вот эти моменты, конечно, как бы в рассуждениях непонятны, хотя, может быть, какое-то время назад не покажи мне мой спонсор перспективы, может быть, и я бы так бы рассуждала. Ну и хочу я вас всех, дорогие наши партнеры, будущие партнеры, пригласить на вот такую вот встречу. Большая встреча в Арифлейм состоится 22 января в отеле Рейдисон, в Астане. У кого есть возможность, обязательно приезжайте. Что мы там получим? Мы там получим огромную мотивацию. Мы там получим встречу с нашими любимыми партнерами и командами. Сюда приедет Лена, она как раз приедет из Майами. Представьте, в каком она воодушевлении, под каким впечатлением она приедет. Как будет интересно с ней встретиться. Получите вы оттуда шикарные фотографии. Многие-многие фамилии будут названы со сцены отеля Рейдисон, наших партнеров, которые совершили рост по уровням. Начнется это все в час. Будет у нас часик, чтобы пофоткаться, пообщаться с партнерами. Уже сама программа начнется в 2 часа. До вечера обычно это проходит примерно 3-4 часа. Так что, кто поблизости живет, может сразу же уехать по своим городам. Астанинские партнеры даже не обсуждаются. Обязательно приходите. Обязательно приходите. Те, кто может. Это воскресенье. Отпрашиваться с работы, кто еще на официальной работе работает, не надо. Я бы очень хотела, конечно, чтобы как можно больше людей посетили это мероприятие. Оно по билетам. Билет стоит тысячу тенге. Билеты можно заказать у своего спонсора. Спасибо вам большое за внимание. Мне было приятно видеть вас сегодня. Ну и надеюсь, что мы вживую встретимся именно на этой встрече 22 января. Всех приглашаю. Всех буду рада видеть. Спасибо за внимание. Всего доброго. Успехов вам, дорогие коллеги. Спасибо. Спасибо.